Здравствуйте, представители знака Зодиака Близнецы. Февраль 2024 года. Торопрогноз – гороскоп по 12 домам гороскопа. Давайте сделаем такой расклад и спросим, как изменится ваша жизнь, мои дорогие близнецы. И каждый дом гороскопа, он отвечает за ту или иную сферу нашей жизни, деятельности или личной жизни. И февраль месяц – это начало года дракона. Очень знаковый месяц, еще и в дважды, потому что будет два стеллиума. 17 февраля будет очень важный стеллиум или иными словами скопление планет. В знаке водолей это будут Плутон, Марс и Венера. И поскольку 2024 год – это високосный год, вот в дополнительный день 29 февраля у нас тоже будет скопление планет, тоже будет стеллиум, и это у нас будет Солнце, Меркурий, Сатурн в первом знаке рыб. И может так случиться, что вы с чем-то будете определяться уже в конце февраля. Вполне вероятно. Весь 2024 год для вашего знака зодиака, мои дорогие близнецы, это продуктивный год на труд, на вашу активность, на построение карьеры, получить новую должность, организовать бизнес, даже если с нуля. Помимо этого, еще благоприятны будут изменения, которые в вашем жилище произойдут. У кого-то это будет буквально переезд, если была в продаже покупка и продажа, опять же, недвижимости, вы сможете это осуществить. Или какой-то, может быть, важный ремонт вы хотели, переделать что-то. Но вот здесь все со знаком плюс. Ваша активность, она как будто должна быть направлена только в том направлении, которое вы хотите осуществить. Для вас будет важно в течение всего года дракона не распыляться по мелочам. И тогда очень продуктивный год для вас, мои дорогие, 2024, когда вы останетесь собой довольны. Ну, давайте мы с вами узнаем. Первый дом гороскопа – это вы и ваша личность. Ну, и где-то ваше настроение. Итак, февраль. Ну, вы в своих энергиях. Король мечей – это стихия воздух. И это вы, мои дорогие. Для кого-то из вас логика, рационализм, нет каких-то эмоций. Вам захочется, правда, осуществить или завершить тот или иной проект. У кого-то пройдут вопросы, связанные с судами, может быть, слушания были. И в феврале есть как будто возможность завершить что-то, в чем-то поставить точку. По крайней мере, вы уже точно знаете, какого результата вы хотите. Если прежде были какие-то сомнения, то тут уже их просто не будет. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с документами, с оформлениями и еще с какими-то конкретными бумагами важными или вопросы решения по финансам, правда, вопросы в банках, вопросы, может быть, кредитования, может быть, и на недвижимость, или какая-то ваша финансовая новая история. Вы хотите для себя, может быть, организовать пассивный доход. Или, ну вот, у кого-то это может совпасть, кстати, может быть, и налоговые какие-то органы, и вам вообще, наверное, в течение февраля месяца нужно немножко, ну, соотносить свой вид деятельности, свой заработок с возможными вопросами, вот как я сказала, в налоговых органах, в каких-то еще финансовых структурах, чтобы у вас все документы были в порядке, мои дорогие. Вот для чего-то вам это нужно. Вот то, что, как я сказала, есть по факту, то, что, знаете, когда комар носа не подточит, у нас каждая бумажка, ну, написана грамотно или составлена по форме, по какому-то протоколу, печати есть, значит, где-то читайте то, что вы подписываете, и уделите внимание тому, что для вас где-то составляет последующую перспективу. По документам, мои дорогие, чтобы не создалась такая ситуация, что прежде по наитию что-то вы подписываете, а впоследствии через какое-то время, ну, возвращается такая обратка, и нам приходится что-то переделывать. Ну, вот, наверное, рационализм, логика для вас от начала до конца. В течение февраля вот такие энергии. Может быть, и вы где-то чувствуете уже сами, что да, период у меня, или мои поставленные задачи на февраль, они где-то вот в этом ключе. А может быть, это и приходит какая-то новость, и вам приходится переключиться вот на такую конкретику для кого-то из вас. Может быть, вопросы, связанные со здоровьем. Иногда и донтисты проходят по этой карте. Узкие специальности. То есть вы можете контактировать с людьми, которые именно знают, как решить тот или иной вопрос, или как обустроить какое-то дело. Вы можете вообще обращаться как к адвокатам, так и юристам за помощью. Но, опять же, конкретика дела. Вы что-то не можете сделать, ну, как будто так, спустя рукава. Правда, тут должен быть конкретный результат. Второй дом. Финансы. Еще один король. И, правда, у кого-то банки, высокие инстанции, учреждения, когда придется много говорить с людьми, где-то договариваться, где-то брать компромисс или принимать соломоновые решения. И по финансам, правда, тут тоже прогресс есть. Вообще, сам по себе, энергетика карты короля кубков – это ось отношения и финансы. И для вас это будет очень активно. Финансы как будто будут, но они будут направлены на улучшение вашего благополучия. Без денег как будто не останетесь, это точно, но правильное взаимодействие с людьми уже нам рекомендуется. Значит, от того, как мы с кем сумеем договориться, будет зависеть денежная составляющая или ваше благополучие, мои дорогие близнецы. Но и поскольку два короля, правда, высокие инстанции, их как будто не избежать. Третий дом – это у нас коммуникации, это социум, родственники, короткие поездки. У кого-то могут быть поездки с семьей или по интересам семьи, по интересам вашей пары. Вообще, это карта благополучия. Тут все может быть. Это карта, которая может говорить отчасти про жилье. Вот то, что я сказала. Да, действительно, у кого-то проиграются вопросы, я хочу переехать. Или сменить жилье. Или, может быть, вы вообще с семьей куда-то переезжаете. Но вы как будто не один или одна, а есть ваши любимые люди. Или, может быть, какая-то поездка к вашему любимому человеку. И если вы прежде находились на расстоянии, для кого-то проиграется, что вы захотите съехаться и жить вместе. Вот какая-то история, которая связана отчасти с перемещением. Или это как какое-то знакомство, может быть, относительно недавнее. А у вас появится интерес совершенно иной к этому человеку. И вполне вероятно, кстати, планетарно тоже, когда вам захочется с этим человеком связать жизнь. У кого-то буквально я познакомился недавно, может быть, в конце декабря или в январе. А какая-то история закрутится достаточно. Но так всерьез. Благополучная карта сама по себе про благополучие. И поэтому по третьему дому все, что касается коммуникаций, вы договоритесь. Родственники как будто тоже. Хотя у кого-то вопросы наследства могут быть. Тоже такое я не исключаю. Но для вас-то, мои дорогие близнецы, вот этот дом проигрывается в плюс. Давайте посмотрим четвертый дом. Это наша где-то уверенность. Это буквально дом, семья, жилье и чувство защищенности. У кого-то вопросы, связанные с детьми или какой-то новый проект. Правда, обустройство дома. По этой карте вы что-то будете, ну, как будто либо начинать. Это карта начинания, безусловно. Или когда вы захотите какую-то свою личную историю сделать более надежной. И если это было прежде знакомство, здесь развитие или переход отношений на новый уровень. Не совсем четвертый дом нам говорит про отношения. Больше говорят про то, что, ну, как бы вот это вот основа, да, как база, если мы говорим про жилье. Но выпадает Паш Пентакли, и это все равно с элементом новизны, значит, как-то проигрывается в тех или иных вопросах, которые связаны и с домом, и с семьей, и непосредственно с близкими вашими. Когда есть какой-то прогресс, вы хотите сами прогресса, уверенности. Это вот, наверное, основной побудительный мотив к вашим действиям будет. Когда я хочу, лет на 10-20 больше ни о чем не беспокоиться. Не о своей личной истории, не буквально о своем жилище. Сама по себе карта как раз, когда вам хочется обновлений чего-то. Ну, и здесь у каждого по-своему. Если были какие-то вопросы у кого-либо в суде, да, и какая-то личная история для вас, мои дорогие, одна закончилась, то как будто вторая сразу начинается. Вот как-то так. У кого-то так проиграется. Давайте посмотрим пятый дом. Это творчество, хобби, досуг, развлечения. Ну, точно, развлечения будут. Или для кого-то, если мы говорим про хобби, досуг, это вы какой-то свой личный проект, творческий проект, или ремесло вы можете монетизировать, мои дорогие. Если вы до этого занимались просто ради интереса, или было это как развлечение, здесь на какие-то материальные рельсы есть возможность поставить. Вполне вероятно, кто-то из вас начнет работать на дому. Но по этой карте будьте аккуратны, надейтесь сами на себя. Поэтому, ну, какая бы идея ни пришла в голову, ее как будто следует просчитать, чтобы самому себе не навредить. Но если мы говорим в целом вдохновение, творчество, да, оно у вас будет, мои дорогие. Правда, жизнь сама по себе с какими-то новыми возможностями и в новых красках. Может быть, это яркие какие-то знакомства, яркие впечатления. И сама жизнь, это как новое качество жизни, вы его прочувствуете уже в феврале. Может быть, это будет уходка от какой-то рутины. Как будто близнецы могут закрыть. Одни вопросы, такие злободневные, которые, может быть, вам уже и надоели. Вы что-то расставите по местам. И буквально в новый путь, к новым возможностям. Давайте мы достанем шестой дом гороскопа. И это у нас здоровье. Карта император. Может быть, для кого-то из вас вообще карта императора – это уверенность. Безусловно. Карта императора – это тоже где-то высокие инстанции. Это какие-то, ну, судьбоносные могут быть события, поскольку это все-таки старший аркан. И кто-то из вас будет и обращаться, может быть, по части здоровья. Ну, допустим, проходили обследование в одной структуре. А придется и еще как будто, ну, где-то уточнить диагноз, расширить какой-то диапазон. Может быть такое. Обратиться к какому-то более сведущему специалисту. Но это уже скорее по тем вопросам, которые для вас не новость. Здесь вы сами будете управлять своим здоровьем. Нет здесь какой-то внезапности, синкопы или чего-то, что для вас приходит, ну, совершенно внезапно. Единственный момент. Если только с учетом аркана нулевого шут, вы куда-то чрезмерно поторопитесь или не будете себя беречь, то, кто знает, остерегайтесь травм, я бы сказала так. Именно тех травм, которые у вас могут случиться по недомыслию, потому что вы чему-то не придали вовремя значения. Но и то все по проблемам. И я так думаю, что то, что я сказала, оно проиграется не для всех, для большинства из вас. Это как раз вы, император, и все должны контролировать. Как раз возможности. Давайте мы посмотрим седьмой у нас дом. Брак, партнерство. Это как и отношения в паре, так и по делам, по бизнесу. Но по королеве мечей тут немножко не про брак. Это про образ Юдифи. Как известно, Юдифи у нас была вдова. Не могу сказать, что вы будете, даже для тех, кто в паре, у вас будет царить такая идиллия, когда вы со всем соглашаетесь. Тут скорее может быть, как с одной стороны. Вот, наверное, для тех, у кого уже есть отношения, но прежняя какая-то история не закончилась. Я говорила по королю мечей. И здесь вы можете словно уже завершить, поставить точку. Для кого-то из вас это разобраться, может быть, в существующих отношениях по поводу того, с чем вы не согласны, может быть, проговорить что-то. С другой стороны, все же мы говорим, у нас выпадает пара король мечей и королева мечей. Значит, вы где-то в одних энергиях можете быть в целом со своим партнером. Будь то бизнес, будь то партнер по браку или вашей личной жизни. И вы знаете, с одной стороны, вас это объединяет. Вы словно на одной волне. Но препятствия могут быть в том плане, что каждый настроен доказывать какую-то свою позицию. И каждый из вас, это обе карты, которые, ну, не говорят ни разу о дипломатии. Это те ситуации, когда хочется поступить по-своему и не слыша оппонента. Вы можете быть чересчур резки. И скорее энергетика может быть такова, что я скорее откажусь от чего-то, чем где-то я буду договариваться или буду где-то, ну, в каких-то более лояльно мягких энергиях. Вот у кого-то такое может проиграться. Давайте мы посмотрим. Восьмой дом – это дом трансформации. Где-то неожиданностей. Нет неожиданностей, нам говорят. Единственное, если я себе напомню, человек, который от вас на расстоянии, или кто-то из ваших друзей и родственников, которых вы давно не видели, не слышали, или по какой-то причине оборвалась связь, да, и вы даже не списывались. Здесь вот как раз в неожиданностях какая-то прежняя история словно может, ну, второе дыхание получить, правда. Для вас может быть еще так же, если мы говорим, по восьмому дому проходят юридические вопросы. Кто знает, может быть, правда, вы закрываете какую-то прежнюю историю, и у кого-то проигрывается, что даже если вы были с другим уже партнером, с которым сложились отношения, ну, или сложилось взаимопонимание, вы можете одну историю, правда, словно закончить, а другую совершенно начать. Но это не есть новое совершенно знакомство. Шестерка кубков – это всегда те люди, которых мы уже знаем хорошо, и которые к нам относятся тоже где-то хорошо, искренне относятся. Есть, как, знаете, душевный баланс какой-то, есть вдохновение по этой карте, есть момент обучения, но, видимо, у каждого, понятно, своя история, но даже если одни отношения заканчиваются, правда, повторюсь, другие неожиданно, или как любовь, интерес друг к другу, может вспыхнуть с новой силой. Вот какая-то трансформация прежних отношений для кого-то из вас может быть, или какие-то истории, связанные с вашими родственниками, и так тоже вполне вероятно, или новости. Девятый дом – это у нас дальние поездки, расстояние, философия, религия. И у вас то с мечей, выход из лабиринта, то, что было, знаете, вы на что-то не решались, может, правда, куда-то переезд осуществить, или поездку, может быть, вы раздумывали, а стоит ли это вообще делать. Вот здесь вы придёте к какому-то знаменателю, само по себе, значение карты – это когда мы принимаем окончательное решение. И предполагается, правда, всё же у нас туз, и именно меч, когда мы от чего-то отказываемся, отказались от чего-то одного в пользу чего-то другого. И здесь может проиграться, как и вопросы недвижимости, семьи и личной жизни, мои дорогие, правда, или какие-то отношения, может быть, которые были, ну, непонятны, или было ещё много каких-то неясностей, недоговорённостей. Вы тоже можете расставить всё по местам. Вот ясность, так это точно. В феврале у вас наступает. Давайте мы посмотрим. Десятый дом – это у нас работа, карьера, власть. Мне нечего добавить. Всё в ваших силах, всё в вашей власти. Карта мага. Все стихии в ваших руках, все возможности. Но, кстати, судя по королю мечей и королеве мечей, мы говорим, что может быть вот такое, как охлаждение в отношениях, может быть, и желание настоять на своём. Тогда помните, мои дорогие, пусть у вас это выпадает на работу, на карьеру, на власть. И это сама по себе власть. Но власть мага, она не такая, как власть, предположим, императора. Маг увильнёт скорее или сделает всё возможное, чтобы избежать какой-то конфронтации. Основное направление – себе не навредить. Хоть по деньгам, хоть по делам, хоть по вашей недвижимости, хоть по работе. И нет ничего невозможного. Давайте посмотрим дружба, взаимопомощь. Мои дорогие близнецы. Одиннадцатый дом. А здесь по справедливости. Ещё один старший аркан. Правда, у кого-то вопросы, связанные с судами, пройдут. И это причинно-следственная карта. Поэтому как аукнулась, так откликнулась. Если вы прежде поступили хорошо, правильно, вот вы теперь будете получать как будто такие бонусы, или к вам кто-то придёт на помощь, или какая-то прежняя история, мои дорогие, если где-то вы там наследили, увы, она тоже вам каким-то минусом может обернуться. Это по факту так. Что говорит нам карта? Ты держи эмоциональный, главное, баланс. Что бы тут ни было, мы люди, мы не можем или не могли сколько-то лет тому назад или сколько-то месяцев тому назад предположить, как будет развиваться ситуация. Здесь вот правда по дружбе, по взаимопомощи ну какая-то история может проиграться, когда вы кому-то помогали, и тут к вам кто-то придёт на помощь. Но может быть и не случайно всё-таки у нас пара выпадает, как король и королева мечей. Может быть и та история, когда вы в чём-то будете ставить точку. И если где-то, ну, вы в чём-то ошиблись, вам это могут припомнить, правда. Давайте мы посмотрим 12-й дом. По сути, это то, что скрыто, это дом тайн. И правда, какие-то тайны могут стать явными, но это ещё и то, что мы можем не видеть, мои дорогие близнецы, чему-то не придавать значения. Может быть, какая-то вопрос, проблема на повестке дня, а мы думаем, что это как-то само оно уйдёт. Вот давайте мы посмотрим. Отчасти это дом наших фантазий, где-то иллюзий. Вот чтобы не было иллюзий, давайте мы узнаем. Так что же скрыто? Вот какая-то история, которая со знаком минус нам, с одной стороны, говорят. Она может о себе напомнить. Разочарование, разбитое сердце, по сути дела. Но это не то, что происходит в феврале. Это то, что было раньше. И вот этот печальный опыт по тройке мечей, он как будто сменяется здоровым равнодушием. Правда? Тот человек, который вас эмоционально цеплял, с которым, может быть, было связано предательство, или тот, который подвёл самую сложную минуту, оставив вас один на один с какой-то ситуацией, и вы сделали выводы. Но это чаще то, чего мы не ожидали. По тройке мечей проходят те люди, которым мы доверяли. А они нам словно под ножку поставили, или наоборот, своим бездействием, тоже поставили нас в тупик в самый сложный момент жизни. Это правда. Был какой-то удар, или была какая-то, ну, такая, даже у кого-то депрессия. Но теперь вот этот опыт нам помогает. И теперь, как и человек какой-то может, кто знает, появиться у вас в течение февраля, или какие-то контакты с ним будут. Но нам о чём говорят карты? Вот этот опыт не повторить. Это не значит, что мы должны быть, знаете, всех рассматривать попеременно в бинокль и в микроскоп. Нет, если мы не доверяем людям, наша жизнь, она тоже серая и уныла. Но есть и такой момент, когда вопросы касаются чего-то очень важного. Может быть, отчасти материального. Или оформление каких-то документов, какие-то, опять же, бумаги, подписания, или юридические вопросы. Вот для себя не сделать какой-то минус, как будто не повторить ещё раз какую-то ошибку. Вот об этом нам говорит карта. А для кого-то это просто будет та, если, правда, проигрывается какая-то личная история со знаком минус, вот здесь или завершается, или близится к завершению. Помните, у вас... Ещё я хотела бы сказать так. У вас карта мага выпадает со старшим арканом справедливость. В этот период, мои дорогие близнецы, да вообще, наверное, в год дракона не следует, с учётом того, что Плутон у нас уже в Водолее, не следует играть в азартные игры, не следует надеяться на удачу, как на счастливый случай, не следует надеяться, что, знаете, какая-то ситуация разрулится сама по себе. И даже если прежде так получалось, словно выйти, суки, из воды, вряд ли в 24-м году это получится. Поэтому, может быть, вам и выпадает, ну, в той позиции, как 12-й дом, чему вы... Вы вот дом тайн, дом чего-то непонятного. И здесь обратитесь к своему опыту. Вот так нам говорит карта, чтобы не обновить какую-то оплошность. Энергия мага у вас большие, большие возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Продолжение следует...